ребята нашла масленок это самый большой масленок только что выходила в прямую трансляцию в инстаграм чтобы показать поэтому я его уже сорвала вот такой большой тут его кто-то погрыз немножко но ничего страшного мы его обрежем доведем до ума и закроем замаринуем в баночку вот такой масленок и еще нашла правдивок это польский гриб боровик класса белых грибов я добавила новые видео в ю тубе но честно признаюсь поскольку я не знаток в грибах то я там наговорила на польский гриб что это маслята уж простите меня но так бывает главное что съедобные показала вам грибы они поганки война какой же он красивый пойдемте вам покажу боровичок это я уже переехала в другой лес в тот в котором я очень часто хожу и собираю сейчас сезон грибов я стараюсь по максимуму ходить собирать грибы мы их и жарим и супчики делаем грибные а также я закрываю на зиму в баночке закрыла несколько баночек маслят и закрыла несколько баночек польского гриба польский гриб боровик наконец-то я выучила много информации почитала и выучила как они называются вот этот польский гриб боровик такой красивенький но немножко вы подгрызли но ничего страшного в баночку пойдет а это я в другом лесу собрала здесь у меня зонтики решила их забрать хорошие зонтики к они называются по-польски забрала их здесь вот тоже вы можете наблюдать боровички польские грибы это все что я нашла в том лесу походила я где-то там приблизительно ну где-то полчаса 40 минут но совсем как-то печалька здесь вот только приехала зашла в лес и сразу нашла два таких и замечательных грибочков все я продолжаю дальше ходить искать заходите на мой канал смотрите мои видео только выключила камеру повернула голову в другую сторону и смотрите что тут у нас вот он красавчик еще ребята но это же просто прелесть сегодня у нас 13 октября я ходя в том лесу в другом с которого только что приехала вот они малютки видите малюточки стоят я их тоже в срежу некоторые их не собирают такие малютки но я буду собирать потому что я их закрою в баночку а вот это вот видите растет польский гриб боровичок смотрите какое много информации прочитала много посмотрела видео различных грибников так вот узнала что это польский гриб боровик и класс у них белых грибов то есть они из класса белых грибов вот так раз тут в во мху надо здесь покрутиться повертеться поискать а вот это вот ребят я не знаю что это такое здесь внутри перепонка и вот когда они маленькие ну пластиночки перепон очки рука у меня что тут грязная ничего страшно пластиночки перепон очки когда они маленькие то они вот так вот заворачиваются когда побольше то он немножко при открывается но я их не собираю и не знаю если этот гриб съедобный пахнет он неплохо такой легкий аромат грибочка так давайте еще тут походим посмотрим вот еще у нас правдивок правдивки у них правдивкой либо польский гриб как мы его называем у них более такая как сказать ну вообще этот гриб он такой чистенький тут только ножку надо срезать он сам по себе чистенький и шляпка у него она не скользкая не такая ну не как у масленка а вот этот который гриб который я вам показывала говорю что не знаю что это за гриб съедобный он или нет он мило же говорит что он несъедобный вот то тот гриб он скользкий сверху вот смотрите сейчас вот я вам покажу более большой как видите ножку у него тоже такая немаленькая довольно таки широкая ножка он видите сверху скользкий такой и вот здесь видите перепон очки милошь как-то называет их ашуконцы и были как-то ну в общем что это не настоящие грибы не те которые я ищу не правдивки не польский гриб смотрите какая красота боже как я счастлива потому что я в том лесу проходила вообще ну вообще как-то совсем печально приехала в тот лес который знаю и пожалуйста вот у у меня первый такой улов довольно таки достаточно не маленький улов скажем честно я очень этому рада по крайней мере в одну в маленькую баночку этого вполне будет предостаточно смотрите какой он чистенький внутри вот такая мочалочка либо называют еще это трубочки вот такой грибочек сейчас мы тут на этом месте покрутимся повертимся еще потому что я же варюс только выключила камеру поворачиваюсь а тут вот такая красота меня ждет сегодня 13 октября смотрите ну красиво же ну красиво же но замечательно же где наши тут малыши малышей не хочу оставлять по причине того что холодно становится сегодня кстати очень холодно я и куртку одела свитер вернее сначала свитер потом куртку вот они красавчики в резиновых сапогах но ноги так подмерзают несмотря на то что я и носки теплые дело шерстяные поэтому я не хочу оставлять эти маленькие не уверена что я смогу вернуться и забрать их поэтому соберем в баночку вообще будет замечательно такие маленькие грибочки представьте такую красоту зимой баночку открываешь на тарелочку выкладываешь с лучком с маслицем то песня вообще на стол все ребятушки продолжаю свои поиски надеюсь этот лес подарит мне много таких позитивных моментов и улов мой будет побольше почему говорю улов потому что сбор грибов называет тихая охота или как сказать вот так говорят все пойду дальше боже ребята ну как не радоваться этому счастью этой находки смотрите какие красавчики стоят ждут меня я конечно может вам надоел своими видео с грибами потому что так планирую их 3 а то и 4 сделали там кто его знает может и больше но извините меня простите я прям не могу налюбоваться это просто прелесть смотрите такой малыш здесь такие боже какие у них ножки толстые ой это же просто чудо просто прелесть очень мне нравится собирать грибы но дело в том что сейчас секундочку дело в том что бывает такое что идешь 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 по лесу и вообще ничего не можешь найти ну вот вообще не попадаются тебе грибы и все в этот момент конечно становится немножко печально но я всегда думаю о том что я в принципе то приехала в лес чтобы подышать свежим воздухом послушать птение птение пение пение птиц птение какое-то новое слово придумала пение птиц насладиться вот этими запахами лесными ароматами поэтому я не расстраиваюсь если я много грибов не собираю ну и тем более нужно не забывать о том что несмотря на то что сколько вы собрали грибов много или мало всегда надо помнить о том что их нужно переработать помыть почистить приготовить либо замариновать так этот грибочек кто-то тут подгрызть чуть-чуть но ничего страшного мы его возьмем и обрежем все что нам не нужно вот такая вот семья здесь на полянке смотрите красота поэтому поэтому я в принципе сильно не расстраиваюсь если много грибов не нахожу честно скажу что я такой грибник любитель скажем так опыта большого нет но учусь учусь ищу смотрю видео разные потому что это занятие мне очень нравится собирать грибочки так ну что ж больше ничего не вижу какие вы красавцы такие шесть штучек ждали нас тут стояли пойдем дальше ребятушки ну и напоследок сбора грибов решила я насобирать гриб зонтик вот его так называют в россии на украине гриб зонтик в польше он называется кания там не написали мои подписчики еще раз благодарю вас многие ой сломала уронила многие не собирают его в польше вот общаясь там с соседями некоторые боятся его собирать потому что попадаются поганки но скажу вам одно что я в принципе знаю этот гриб я знаю как он выглядит у него есть такая характерная тут юпочка он идет такой вот коричневатый в летний период он более светлый но сейчас похолодало он немножко темней ножка вот так вот крошится сейчас камера фокусируйся не взяла штатив неудобно снимать сейчас секунду ребят о другое дело ножка так крошится и тот гриб с которым его путают забыла как он называется в польше у него шляпка немножко такая серовато зеленковатая в этом же грибу в зонтике в кани вы не увидите что он серовато зеленоватый он идет бежевый и коричневый такой вот грибочек я тут прошлась посрезала сейчас пойду возьму сумку соберу это все в принципе я собирала эти грибы зонтики там же где и в прошлый раз мы собирали мы тогда собрали две сумки этих грибов вот с той стороны прошлась собрала сейчас с этой стороны решила пройтись мне очень нравится этот гриб многие его не собирают вот смотрите вот он растет многие его не собирают у него такой очень приятный вкусный ароматный запах вот он какой закрытом состоянии самые вкусные зонтики это когда они молоденькие в закрытом состоянии здесь даже можно и ножку пожарить я в основном эти грибы делаю в кляре жарю на сковородке в кляре очень вкусно получается безумно также в этом году поскольку мы их очень много собрали я его порезала пожарила с лучком и заморозила здесь смотрите какие красивые мухоморчики выходит пенкный красавчик и еще есть такая закономерность не знаю как это во всех лесах или нет я заметила что там где много мухоморов там обязательно где-то рядышком будут зонтики ну естественно это касается вот таких вот березовых рощ зонтики видите здесь растут так березовая роща поля и они рядышком вот между растут сейчас возьмем сумку здесь уже гляньте сколько у меня грибов вот этот гриб я срезала чтобы показать смотрела видео там рассказывали что это синяя ножка но я не уверена что это именно она кто знает напишите мне пожалуйста сейчас как-то так покажу получше на свету здесь видите только с одной стороны такая синяя ножка может из-за того что он так рос к дереву ближе не знаю не знаю второй раз приезжаю в этот лес и начинается дождик сейчас быстренько соберу все зонтики и отправляюсь машину и домой хватит уже ходить бродить вот и получилось у меня так что польский гриб боровик я его замариную в баночку маслята тоже в баночку мне отправятся зонтики сейчас приеду и пожарю их в планировочке в клярчике вернее мне очень нравится гриб не знаю вот единственное я же говорю я никогда его не морозила ну в этот раз было много их вернее в прошлый раз когда мы собирали когда еще тепло было я вот решила немножечко их пожарить даже не пожарите как сказать протушить чтоб влага с них вышла и с лучком добавила туда лучка и отправила все это в морозилку зимой знаете хочется он все-таки такой довольно таки ароматный я даже знаю что многие уберут собирают вот эти вот ножки я ножки не жарю в кляре я жарю только шапочки вот ножки сушат и потом перетирают и добавляют как специю ну какие-то там юшки соусы потому что очень-очень уж ароматный гриб особенно в сушеном виде я так не делала не сушила единственное вот заморозила зимой там в супчик может может какую-то подливку сделать грибную тогда же можно картошечки потушить туда и туда добавить вот эти вот грибы думаю будет вкусно опять же повторяюсь то что я не боюсь я знаю что это на сто процентов гриб зонтик в польше его называют канья кто боится тот не собирает я уверена на сто процентов что я собрала хорошие грибы и что это все зонтики и здесь нет вот этого вот ядовитого гриба гриба как-то на с называется я уверена на сто процентов что его здесь нет я знаю как он выглядит если я не ошибаюсь то не во всех лесах данный гриб данная поганка растет вот так что такие дела все ребятушки я отправляюсь домой сейчас дойду до машины покажу вам какие я собрала польские грибы там два масленочка небольших вернее больших в этот раз больших потому что все остальные маслята не знаю может они уже отходят ну как же мне нравится этот мухомор но он реально очень красивый очень смотрите какой может маслята уже отходят может их уже нет не знаю все ребятушки иду к машине ребят нашла еще вот такие грибы кто знает напишите в комментариях что это за гриб и я заметила что они вот так вот полянками растут возможно это конечно и какая-то поганка но они червивые очень редко бывают поганки червивы этого первых во вторых очень вкусно пахнет гриб мой ветер какой поднялся и еще такая закономерность что они вот буквально недавно появились в начале октября где-то так когда стало холодать еще такая закономерность то что они растут вот такими вот полянками то есть если нашла тут грибочек то покрутилась поверделась посмотрела и вот они пошли пошли вот так вот полянками расти честно я не знаю ну мало ли может кто то скажет что это хороший гриб я естественно не собираю их я вообще боюсь собирать грибы которые идут вот такие вот с пластиночками вот смотрите видите сколько тут в траве не знаю возможно это конечно и поганка кто знает пишите делитесь опытом своим советом видите он весь червивый весь а я вот буквально сегодня перед тем как поехать за грибами смотрела видео как кофе пила и там парень рассказывал что в основном все червивые грибы они в основном все съедобные но это конечно не означает что нужно судить по червякам и собирать грибы он сказал что он тоже ненавидит очень какой то гриб вот молоденький он еще шляпка не поднялась так выглядит молоденький ну что ж с камерой то кручу верчу напишите пожалуйста кто знает что это за грибочек напоминаю что сегодня 13 октября ну и в конце сегодняшнего дня подводя итог покажу вам что я собрала значит я собрала здесь нашла два таких больших масленка там еще маленькие есть у меня и в основном все остальное это гриб польский боровик его еще называют вот такой грибочек чистенький хорошенький немного конечно совсем чуть-чуть но мне этого предостаточно в принципе я ходила не так уж долго вполне этого хватит потому что я всегда думаю о том еще что их нужно перерабатывать и поэтому как бы если сильно много соберешь всю ночь будешь не спать а будешь перерабатывать потому что как мы все знаем грибы нужно в тот же день когда вы их собрали в тот же день и довести до ума то есть приготовить сделать все что вы хотите закрыть на зиму замариновать пожарить супик сварить все что в вашей душе угодно здесь у меня все это зонтики это тоже зонтик молоденький видите он такой коричневато-бежеватый то есть нет ни серого отлива ни зеленковатого это сто процентов не поганка это сто процентов гриб зонтик просто маленький еще не раскрылся значит эти грибы зонтики я буду делать в кляре сегодня на жаре у меня уже слюнки текут я очень хочу в кляре зонтиков мне это безумно нравится а эти грибы я закрою в баночку как раз у меня тут будет на маленькую баночку грибочков они отварятся станут более мягкими и как раз будет маленькая баночка на зиму грибочков вот такой был у меня сегодня день всем спасибо за просмотр хорошего настроения ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал ну и конечно же пишите комментарии мне будет интересно почитать что за грибы я еще находила и возможно что-то с них есть съедобное все всем хорошего настроения не болейте улыбайтесь гуляйте собирайте грибы позитива вам все папа бузячки до новых встреч на моем канале ребятушки возвращаясь с леса а мы были в Сибири через какой-то такой поселок я не знаю как он называется тут есть замечательный такой дом добрый смотрите какие здесь красивые ворота драмки просто шедевр какой-то сейчас я перейду туда дорогу чтобы вам их показать прям ворота как будто из сказки какой-то здесь вот такая цапля или аист они все кованые металлические вверху вон фонарики там птички сидят как будто на деревьях тетерев утки сарны, косули, олени очень красиво ну и дом сам по себе очень красивый конечно как будто это деревья там трава внизу а здесь вот такой вот аист почтальон очень красиво я первый раз когда ехала я не могла поверить в то что я это вижу сегодня вот нужно было заехать в магазин еще но я тут снимаю там мальчик меня снимает как я снимаю ой кино и немцы очень красиво молодцы вот такая вот деревушка вон тот мальчик который со мной поздоровался стоял меня снимал не знаю как называется эта деревушка но здесь очень красиво все на этом точно всем па-па-бузячки на этом точно всем па-па-бузячки так вот это здесь это ну